Антропологические размышления в Соренто. Часто меня спрашивают, что я думаю о так называемом человечестве. Ну, если отвечать таким образом, что можно при дамах, то я бы поделил всех людей, так называемых людей, которых так не подумав, когда-то объединили в одно наименование, я бы их поделил на тех, кто создает, и тех, кто гадит, мешает, завидует и прочее. Вы это наблюдаете везде, каждый день на низком уровне, среднем и высочайшем. Какие примеры? Например, глобальный, это Наполеон. Наполеон создал Новую Францию, не только Гражданский кодекс, там еще серия других кодексов была. Он защитил Францию, просто ее не существовало бы, если бы коллекционеры ее растащили. Когда он взял бразды правления, в казне не было денег вообще. То есть она не была романтическим образом, словом, пуста. Она действительно была пуста полностью. На дорогу князя было проехать от бандитов, потому что бандитизм был в начале 90-х годов. 90-х годов это детский лепет по сравнению с Францией 90-х, 1790-х годов. И вот Наполеон приходит к власти. И его любит народ, потому что он организовал производство, он подарил частную собственность, он устроил Новую Францию, новые дороги, порты. Первый шоссе в Италию прорубил, помимо того, что сначала обходил гениальные проходы. Но ему мешали и правый, и левый. И говорили, ой, как это можно самостийно, вот он один вот так все делает. Но если вы, идиоты, до этого ничего коллективно не могли, а он может. И вы завидуете, вы ненавидите. Ну вы же ничего уже не смогли. Вы уже ничего не смогли. Старый режим адрехлел, развалился. Пришли бандиты и кабинцы, стали просто резать. Резать и на шест, и с головой ломбали, и прочие ходили по улицам. Потом пришли коррупционеры, вырезали этих, кто резал головы, и стали воровать просто все, вообще все. То есть воровство в Франции, опять-таки, тех 90-х годов, это беспредельное, беспримерное, так сказать, зрелище было. Пошел Наполеон, который все это остановил и устроил за несколько лет эпоху так называемого блистательного консульства. Процветание, страна сад, страна богатая, все с квиточками на собственность. Помирил левых и правых, вернул аристократию, дал возможность трудиться, работать в правительстве, в администрации, в армии, везде, республиканцам. То есть все прекрасно устроил. Но ему гадили и справа, и слева. Начались покушения, начались памфлеты. Вы сейчас этого не знаете, но это тонны памфлетов. И у меня есть и в коллекции мои эти убогие брошюрки, естественно, анонимные, как сейчас в интернете Шваль пишет анонимно. Тогда это одно и то же, разные технические средства. И вы знаете этих памфлетистов? Нет. Они имели какое-то значение в истории? Нет. Это Шваль, Перегной, как и те, кто сейчас там гадят что-то такое в наше время. Вот они мешали великому человеку. Были другие, были предатели. Были там Бернадот, которому ужасно завидовал, был глупый Мюрат, которого он подарил. Вот он на мотоцикле, а Мюрат ли был также на лошади с таким же умом. Мюрату он подарил как раз все вот это, то есть неаполитанское королевство. И тот его предал. Вот нельзя такие подарки делать непорядочным глупым людям. Ну так вот, я повторяю, трибунат. И вы, наверное, тоже не знаете, но при Наполеоне, говорят, вот, цезарь, цезарь, все. И самостийно властвовал. Был сенат и трибунат. И там постоянно мешали императору, консулу, императору делать благо стране. Трибунат это вообще было такое оппозиционное заведение. Причем они получали зарплату, то есть денег, которые им организовал Наполеон. Но на эти деньги они только мешали. Причем они, самое главное было предательство, как это он вот один так вот решает. Ну вы же уже ничего не смогли. Ну вы ничего не смогли, вы все только развалили, растащили и перебили друг друга. Вы резали, воровали, резали, воровали. Он все это закончил, страна процветает. Но как это так, вот он это делает по своему уму. А если у вас его нету. Другой эпизод. Пласио Доминго. Совершенно другая сфера, другой век. Все. Сейчас. Это гений музыки. Это существо, которое дарило голос, музыку многим поколениям всего мира. Такого второго голоса нет и такой музыкальности. Потому что это было, это есть объединение двух феноменальных вещей. Уникального, действительно уникального голоса и феноменальной музыкальности. И плюс, конечно, такая голова, такой интеллект, потому что он поет. И Вагнер, и Верди. Вы себе не представляете, что такое выучить много часов вагнеровских опер на немецком языке? И по анонимному доносу, сфабрикованному, какая-то шваль, старые дырки сморщенные, анонимные, в одной газетке написали. И уже гения, который дарил вам счастье, вам судьбу, совесть, а этим театрам 50 лет дарил деньги, миллионы долларов, они заставили его уйти, а где-то сами разорвали контракты. Это подонство. Подонство. И вот эти анонимные шавки жаловались в результаты этого всего. То есть есть, кто создает Доминго, есть, кто жалуется, мешает. И в истории, конечно, останется Доминго. Конечно, кто узнает имена этих подонков, и даже вы, ну, назовете вы имена, они никто. Там уж харийское или что-то непонятное. Другой пример. Моя монография, вообще моя биография и прочее. Я создал капитальный труд по легендарной эпохе, по эпохе Наполеона 12-го года. Труд, который был необходим, потому что эта эпоха лежит, ее понимание как бы в основе современной Европы. Если вы не понимаете, что тогда происходило, вы не поймете, почему так все случилось. Труд, который я готовил всю жизнь, фактически 20 лет. Я занимался только этой темой. Это не тысячи, это десятки тысяч не отдельных документов, а томов, сборников, документов, архивов и прочее. Беспрецедентно. Четыре тысячи научных сносок. Вы этого не перепишите даже. Вы от руки этого даже не перепишите. Не то, что создать такой же, с таким слогом, стилем и прочее. Там опубликовано впервые, это тоже вклад в науку. Моя коллекция, я собрал огромную коллекцию. Ни одной нет монографии, которая была бы иллюстрирована только из коллекции автора-историка. Просто нет. Я создал коллекцию, я создал монографию. И что же? Ненависть, подонство, подлость, клевета и прочее. Почему? Потому что есть зависть. Люди, которые бездарны, которые ничтожны, они всегда будут ненавидеть тех, кто создает. Говорят, ой, почему это, как это, первое научное. А не надо кричать, не надо визжать. Вы назовите хоть одну действительно научную монографию по войне 19-го года. Обобщающую нет. Это очень просто, потому что сначала была идеология, а потом не успели написать. Ну что ж поделать, если вы ничего не смогли сделать? Это же ваша вина. Это ваши проблемы. Вы не сумели. Вы не можете назвать. Потому что Тарли писал по заказу Сталина. Писал за полгода. За полгода, вы знаете, тему не изучить, дорогие мои. И писал он практически без ссылок. Там несколько сносок на всю книгу. Может быть, монография с несколькими сносками. Не может быть. У меня есть специальные и в книжке, я разбираю, что такое Тарли. И ролики есть об этом изучить. Посмотрите. А вы говорите, ой, книга Наполеон, академика Тарли. В этой книжонке нет ни одной сноски на источнике. Ни одной. Потому что это писалось как билетристика для серии ЖСЛ. Такая малюсенькая книжка. Это даже не сравнить ни по жанру. У меня академическая монография. Там литература не по, собственно говоря, так сказать, объему. Потому что нельзя, у Тарли малюсенькой книжкой, нельзя изложить серьезно эту тему. Потом совковый чудовищный период, бескровный Жилин, которые это были два необразованных существа, которые писали по указке. В конце несчастный, замечательный троицкий Николай Алексеевич, с которым мы очень дружили. Но, ну простите, там начинается с Маркса Энгельса, заканчивается Лениным Марксом Энгельсом. Он марксист. Он писал в этой системе. Книжка маленькая. Это одна шестая, одна пятая по объему моей книжки. Он впервые сказал, что да, Бородино, возможно, проиграли. Да, Наполеон объявил войну. И да, Александр Первый тоже, так сказать, виноват в войне. Но это, знаете, такая либерализация. Это немножко более честный подход. Но книга, она не может быть научной, потому что он основался на марксистско-ленинской методологии как идеологии. Николай Алексеевич не знал иностранных языков. Он не мог путешествовать за границей, работать с источниками. Он жил в Саратове. Это честный, замечательный человек. Изумительный по характеру. Характер очень, знаете, бойкий, боевой. Вот поэтому мы с ним очень дружили. Я опубликовал письма, которые он мне присылал, написанные от руки. Они у него в книжке опубликованы с фотографиями. Но это совершенно другой даже жанр. И опять-таки маленький объем. Потом провал 90-е годы. Какие-то статейки тоже либеральные. Мои статьи. Потом моя книга, посвященная характеру войны 12-го года. Но капитального, обобщающего труда не было. Просто не было как факта, как новой реальности. И вот я ее создаю. И начинается что? Начинается подлость, мерзость и клевета. Потому что очень легко большинство, оно же не читает толстая книжка. Но им легче прочитать, быдло легче прочитать две странички кляус в интернете. И здесь следующее. Здесь объединяются уже леваки. Завистники, они как институт, очень здорово собираются в всякого рода левацкие, так сказать, ну даже не ассоциации, а группки. Вообще кто такие левые? Левые это бездельники, которые хотят паразитировать на тех, кто работает. То есть это социалисты на капитализме паразитируют и так далее. То есть вот эта система. Обратите внимание, когда подлеющим образом Доминго убирали из всех американских театров, что писала пресса, что говорили на форумах. Очень важное слово. У нас незаменимых нет. Я где-то это уже слышал. Это было в ублюдочном совке. И где были анонимные доносы, после которых увольняли людей? Это было в ублюдочном совке. И где, может, там без всякого серьезного расследования выносили решение тройки. Как там один-два администратора за два часа без разбора. Это было в совке тройки, суд троек. Сегодня в Америке леваки фактически устраивают большевизм. И я бы сказал, что Трамп это последняя попытка преградить путь вот этому социалистическому, коммунистическому фашизму. Этому ублюдству, которое губит. Цивилизация уже погубила одну страну, СССР, и будет губить теперь Америку. И так же гадят Трампу. Еще до избрания его президентом уже началась атака на него, на его семью. Только избрали, уже хотели импичмент. Сейчас опять. Ой, он против коррупции. Смотрите, он против коррупции, сына там какого-то политика. Действительно, ай-ай-ай, что он против коррупции. Он против того, чтобы пускать террористов. Действительно, какой кошмар. Террористы тоже имеют право взрывать, оказывается. Потому что леваки так считают. Они считают, что быдло, ублюдо, калкаш и гениальный физик, математик, историк, они имеют равные организмы и права. Это не так. Это не так. Это биологически не так. Это нейрофизиологически не так. Это по справедливости не так. Это по закону природы не так. Но леваки хотят своим, так сказать, законом сказать, что это так. Есть дикари, которые не изобрели ничего, лампочку не изобрели, и там на Баобабе сидели, и как обезьяны себя вели. И есть люди, которые изобретали все, все, что мы видим, все, через что вы меня записываете, через что видите и так далее. Потом давайте извиняемся перед дикарями, давайте дикарям дадим пособие, давайте дикарям дадим квартиры. Они будут взрывать, хамить, они будут орать, шуметь, гадить, пачкать все и так далее. Но, видите, они же жертвы. Жертвы чего? Того, что им все это подарили и прочее. Вот левацкий подход – это преступление. Это преступление против цивилизации, против человечества. И левые гадили Наполеону. Это бесконечные памфлеты, бесконечные салоны. Вы же сейчас не знаете, нужно при Наполеоне. В салонах страшно орала левая шваль. Там к ним иногда присоединены. Были правые, левые, рейлисты и комитеты, но в основном орали вот эти псевдореспубликанцы. И среди них особенно громко кричала Жермена де Сталь, у которой отец был большой человек вообще при старом режиме. Ей бы лучше молчать, но тем не менее. А почему она орала, эта уродливая тетка? Потому что генерал Бонапарт, красивый, с античным профилем, ей отказал в интиме. Он ее, так сказать, отверг как женщину. И она стала говорить, что он деспот. То есть в постели и лично она готова была терпеть его деспотизм. А вот когда он отказал, нет. Я думаю, что, кстати говоря, с Доминго, возможно, потому что это очевидно заговор, возможно, он тоже никакого не было с его стороны харассмента, а наоборот он отказал какой-то дряни. И вот теперь она, воспользовавшись этой вселиватской ситуацией, придумала, так сказать, вот эту всю историю, возможно, с кем-то объединившись и так далее. То же самое, вы знаете, скольких я отвергаю, кто хочет пробраться в доверие, значит, и поклонники, и прочее, и прочее. И те, кого я отвергаю, они, естественно, мстительная шваль. Это люди ничтожные, они, конечно, никогда не будут людьми моего круга, и никогда я не введу в свой круг. Они начинают гадить, как только могут, а завистливая мелочь, шваль, которая сидит в интернете, нищая. Никогда в Сорренте не сидеть и так. Они вот, 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 вот это же вот, видите, значит, вот так написали. Вот оно как. Пушкин, когда прочитали переписку Байрона, опубликовали переписку Байрона, он гениально высказался, что толпа радуется, когда что-то про великих пишут гадость, но и мелок он великий, не так, как вы, иначе, и пошел, и мелок он не так, как вы, иначе. Вот это гениально. То есть все это уже было, есть и будет. И всегда есть те, кто создавали, те, кто гадили от зависти. Что такое зависть? Вот я создал этот труд, который многим даже не переписать, не то что не изучить, понять, проанализировать и прочее. И начинают ведь спорить не с, собственно, книгой, а говорить, как это так, вот он еще и поет, вот он еще и режиссирует, он себя там мнит кем-то, он так одевается дорого и ярко. Да, а как, есть какое-то противоречие логическое? Нет, я же это делаю вследствие, вследствие книги. Вот эти все кольца, одежда, это вследствие книги, потому что я это заработал, я это создал, а вы не заработали, вы ничего не создали, поэтому у вас этого ничего и нет, и не будет. Более того, более того, а если вам, вот я сниму эту куртку, и эти бриллианты, изумруды, и на вас, на ваши кривые руки, на ваши сгорбленные спины это все надену, это будет смотреться убого, это не будет смотреться, как на мне. Вот то же самое, вы никогда не подумайте, что это дорого и хорошо, потому что это будет позорно, что у вас нет таких рук, у вас нет таких жестов, это надо иметь еще и физиологию соответствующую, этот талант должен быть во всем, не только в книге, но в слове, в жести, в интонации. А как вы думаете? Поэтому вот только подумайте на эту тему. Ну, возьмем какого-нибудь моего типового завистника, не бритый, не мытый, и вот на него, вот это все, вот белую рубашку, это и пейзаж. И что вы думаете? Пейзаж будет испорчен, и это не будет смотреться, ничто не будет смотреться, потому что ему этого не дано. Как не дано создать книгу, как не дано спеть. А он еще, да, пою, но мне дано, вам не дано. Это судьба такая. Я перешел немножко на Вишневскую. Это судьба такая. Кому дано, кому не дано, мне дано. Галина Павловна. Вот Галина Павловна тоже завидывали. Она была красива, она была музыкальна, у нее был голос, она им блестяще пользовалась, не огромный. Вы знаете, это был не огромный голос. Были голоса, может быть, больше, но такого владения не было, такой красоты, такой музыкальности, такого звуковидения не было. И потом надо еще было правильно, вовремя взять Славу, который правильно Ростропович все это тоже музыкально выстраивал, вел. Это биография, это характер. На Славу многие претендовали, и на Славу, и на Ростроповича. Вы знаете, я даже знаю, у кого она увела, и после каких гастролей. Это тоже была знаменитая певица, она приехала встречать после гастролей. Астропы, они спускаются вместе, и все, но это одет уже... Я, к сожалению, не все могу рассказать в интервью. Ну вот, конечно, тема нарцисса, когда ничего нельзя сделать с научной частью, потому что у меня каждый тезис, каждый факт имеет сноску на документ, и все претензии, пожалуйста, к документам. Там адрес места, архив или книга, все четко, причем объемно, как правильно доктор исторических наук Сахаров сказал, что у меня подход системный, не придраться никак, у меня методология, вот ровно как она прописана Академией наук последние 50 лет. Более того, нет ни одной монографии, вы не найдете такой плотности ссылок 4000 научных сносок, вы никогда не найдете, чтобы имя даже мелкого офицера, унтер-офицера, купца, рядом годы жизни, я даже в провинциальных архивах это находил, это огромный труд, потому что я этим всю жизнь занимаюсь, книги такой нет. И начинается, что он нарцисс, ну, значит, я нарцисс, да, это, видите ли, уже смешно, потому что, как лебеда, вот видите, вот лебеда, и настоящий, ну, огород, сад, и нарцисс, и лебеда, понимаете, как коллектив лебеды, общество, сообщество лебеды, которое само себя назвало, ну, как-то вот мы, значит, да, и чем угодно, научным, сообще другим мыли, он нарцисс, ну, значит, нарцисс цветет, он, вы можете кричать сколько угодно, но все равно лебеда останется лебедой, цветок останется цветком, а это цитрусовые, это, значит, вот, пожалуйста, вьюн, это камень, а это проволока, это все разное, ну, люди разные, как и расы разные, и народы разные, и этносы разные, и классы разные, а леваки, современные ублюдки, хотят сказать, что нет, это все одно и то же, это не все одно и то же, это все разное. Поэтому вот эта лебеда, есть нарциссизм и есть либлидизм. О, в Сорренте был рожден новый термин либлидизм. Я понял. Короче говоря, вся ненависть ко мне, все пишется гадостью, что в интернете это либлидизм. Причем он и в сторону режима, и такой политический либлидизм, и вообще просто такой мелочный терроризм. Так что, я повторяю, мне эта мысль моя понравилась. Давайте, представьте себе, давайте снимем с меня вот это все. И эти, заработанные мной на книгах, на концертах, благодаря тому, что я пою, пишу, ставлю спектакли, и наденем на вас, на завидующих, на небритых, немытых, с немытой головой. А у кого, знаете, у другого моего завистника, он вроде волосы моет, но у него их совсем мало. Он плешивый, у него другая проблема. У кого-то короткие ручки, короткие пальчики. Вот мы наденем это, я делаю жест, говорит, ой, нарциссический жест. А вы же не можете себе позволить, потому что у вас вот такая ручка, и какой же у вас нарциссизм будет? Не будет вас, да? У вас за то качество прекрасной скромности. Ну, конечно, вы же уроды, вы бездарность, вы урод. И ваше единственное качество и заслуга – это скромность, которую украшают. Ну, потому что других украшений природа не дала, а вот стоит человек весь в скромности, по уши в скромности. И воняет от этой скромности, несет. Поэтому все мои пиджаки, все мои кольца, все мои вот эти все, наденьте этот пейзаж сзади. Вы можете пять, четыре здесь, любые там, Монако, Париж, Ридз, все что угодно. Вот туда посадите моих завистников, и потеряется Монако, Ридз, Соррент, вы даже оплюетесь. Потому что вы не сможете этого смотреть. Это беме. Потому что недавно и биологическое… Слушай, слушай, это биологическая разница. Это или есть талант, или нет. Слушай, ну нет таланта. У них нет, у меня есть. Слушай, это же, это миракль. Как Лена Образцова говорила, если боженька не дал, значит, будет человек петь. Если боженька талант не дал, значит, ничего и не будет. Вот, Лена Васильевна Образцова. Вам не дано, да, ни книжки, ни пения, ничего вам не дано. Ну, предположим, гипотетический какой-нибудь школьный учитель, несчастный, который гипотетически клянчит какие-нибудь гипотетические 50 тысяч рублей на кляузу против меня у какого-нибудь моего другого завистника, который гипотетически журналистик, сам ничего не создал в науке, но завидует мне страшно, что он хочет себя в интернете показывать просветителем, а ничего не может ни научного создать, ни с попами спорить, потому что с попами спорить это надо не только факты знать, это еще надо и талант, и артистизм иметь. Это много, это система. И вот они, эти два завистника, сговариваются, а он клянчит. Представь себе, и вот, ну дайте им эти пейзажи, дайте им эти кольца, и вы знаете, вы не сможете на это смотреть. Я вам точно говорю, давайте мы даже пригласим эту шваль, я себя сниму, на них надену, долго будем репетировать мои жесты. И вот эти руки-крюки, эти беме, это не совпадающие между собой слова, фразы, губы и прочее. Вот. Полная импотенция, потому что, ну, откуда зависть ко мне, то, что у гипотетического учителя во время отдыха в какой-нибудь гипотетической Болгарии, то, что, конечно, на Италию у него не хватает мозгов, а, соответственно, и всего остального, не встала на проститутку, на которую он снял за последние деньги, видимо, которую, например, гипотетически он выклинчил у гипотетического немытого журналистика. Я, вот, это сейчас не проявление моей гениальной фантазии. Почему я больше ценю документальную историю, чем какую-нибудь... Я никогда не любил фантастику, там, вот это все, полеты куда-то. Это такой детский лепет в сравнении с реальностью. Есть вещи, которые абсолютно невозможно и не нужно не придумать. Их можно только изучать, публиковать документы в таких монографиях, как «Первая научная история войны 19-го года». И я думаю, что в переиздании будет множество дополнений, связанных с тем, что война продолжается. В чем проблема России? Мы никак не можем закончить вообще ни одной войны. Но постоянно продолжаем эти все войны. Обратите внимание, мы их доигрываем. Мы проиграли Бородино, но мы их доигрываем во время празднования того, что это победа. Понимаете, да? То же самое. Вместе с Гитлером все начинали, потом... Переиграли. Потому что кто пишет, тот и автор истории. А мы сверху и, пожалуйста, и туда. А кто хочет правду, мы тех вот так, коллективно. И он нарцисс и так далее. А это все леблида. Поэтому привет вам из Соррента. Не дам я им бриллианты и изумруды. Потом я думаю, что на их эти крюки пальца просто не налезет. Это же как на Золушку и сестер, которые не сестры, естественно. Не родные. Не получится, не выйдет. Размер не ваш.